Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. С 1 апреля в Кустанае начинается двухмесячник санитарной очистки города. В это время мусор с прилегающих территорий будут вывозить безвозмездно по заявкам в ситуационный центр. Алия Дасмагомбетова продолжит тему. Общественные слушания, касающиеся появления нового микрорайона Арай на месте ныне существующего частного сектора, прошли сегодня в Кустанай. О том, что думают об этом люди, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Капитальный ремонт в детской областной больнице продолжать не будут. С подрядчиком не получилось диалога, поэтому все работы намерены завершить летом в рамках текущих работ. К майским праздникам город должен блестеть. Такое поручение дал Аким Кустаная с 1 апреля. В городе начнется двухмесячник санитарной очистки. К уборке областного центра будут привлекать работников различных предприятий, сотрудников госучреждений и общественников. Водили ЖГХ отмечают, что в это время мусор с территории будут вывозить бесплатно. Алия Дасмагомбетова расскажет подробнее. Приводить город в порядок начнут уже с 1 апреля. В Кустанай стартует двухмесячник санитарной очистки. В нем городской отдел ЖГХ призывает принять участие государственные учреждения, депутатов, молодежь, НПО и представителей бизнеса. Каждый должен привести в порядок свои территории. Работу по проведению саночистки будет контролировать Акимат. По завершению уборки просим сообщать точные места складирования мусора в ситуационный центр Айкумек по номеру 109 для оперативного реагирования и осуществления вывоза подрядными организациями. Доводим до вашего сведения, что в дни проведения двухмесячника сбор и утилизация мусора будет производиться на безвозмездной основе на площадке северного полигона. Принять участие в субботниках просят и жители многоэтажек. Поэтому председателям ПКСК, ОСИ и ПТ нужно обратить внимание, что мусор с территории в это время будет вывозиться бесплатно по заявкам в ситуационный центр. Руководитель отдела ЖГХ рассказал, что в этом году будет продолжена работа по ликвидации стихийных свалок. На это выделено 72 миллиона тенге. Сейчас ведутся конкурсные процедуры. Мы должны в течение апреля привести город в порядок. Первым майским праздником план такой. Город должен блестеть. Как всегда. Мы должны это все предусмотреть. На дорогах сейчас, понятно, уже, например, Абая, там многие улицы уже почти что сухие у нас. Ну, понятно, паводок еще впереди, мы ждем, да. Но нужно будет уже, наверное, грязь уже вывозить прибордюрную. Это, наверное, надо сейчас заниматься прямо сейчас. Не ждать, пока все растает или пока все высохнет. Также на совещании рассказали и об очистке логов. В этом году на эти цели выделено 59 миллионов тенге. Аким Кустанаи отметил, что очистка не будет эффективной без дальнейшего содержания логов и канав. Поэтому Марат Жан-Дубаев поручил местной полицейской службе следить за ситуацией и наказывать тех, кто будет их застарять. Для этого планируется установка дополнительных камер наблюдения. Алексей Краснов, Алия Досмагомбетова, РТН. Общественные слушания по плану детальной планировки нового микрорайона Арай прошли сегодня в Кустанае. Акимат областного центра предлагает построить многоэтажки на месте частного сектора. Самые важные вопросы от пришедших жителей – сколько заплатят за выкупаемое жилье? И что делать, если продавать жилье они не намерены? Что на это отвечали проектировщики и городские власти, расскажет Татьяна Калюшная. У проекта плана детальной планировки микрорайона Арай, который был вывешен в фойе городской школы детского творчества Кустанае, то и дело останавливались люди. Они внимательно искали, попадает ли их дом в границы нового района. А это улица Набережная в границах проспекта Альфараби, улица Кайрбекова, проспекта Таулис-Издык, проспект Абая и улица Пушкина. И если не находят, то облегченно вздыхают. Ведь весь частный сектор в этих границах планируется снести и возвести здесь многоэтажки, в том числе и с 14, 16 и 18 этажами. Это более также выгодно с точки зрения инженерных сетей, потому что в существующей застройке, сложившейся, уже есть инфраструктура, сложившаяся, то есть водопровод, электричество, газ и это. Но людей, пришедших на общественные слушания, интересовал в основном один вопрос – сколько заплатят за выкупаемое жилье. Дома, которые пойдут под снос для коммерческой застройки, выкупают частники. Здесь, как жильцы договорятся с бизнесменами, могут вообще не продавать. С территории, которая пойдет под госнужды, выкуп принудительный и отказаться продать свой участок нельзя. Оценка будет рыночной стоимости. Я знаю, что такое рыночная стоимость ценности. На 125 квадратов это 20 миллионов тенге. Что я сейчас куплю на 20 миллионов тенге? Вот у меня участок Пушкина попадает под детский сад. Почему у нас нет выбора такого же, как у других? Я вот не хочу его продавать. По словам представителей Акимата, все вопросы в таких случаях будут решать индивидуально и через суд. Кустанайцы также интересуются, потянут ли инженерные сети на этом месте полторы тысячи новых квартир. И насколько готов участок дороги, а это от Большого моста до проспекта Абая, справиться с будущим возросшим потоком транспорта и парковками. И хватит ли детских садов и школ? Первый вопрос, это, конечно же, именно касается общеобразовательных школ. Вы так бегло сказали, что планируется, но нигде из этого проекта мы не увидели. Почему тогда, расширяя вот такие вот огромные проекты, начиная, мы не думаем о нашем потрясающем поколении? В Акимате ответили, школа будет, но пока неизвестно, где именно. Недоумевают люди и по поводу судьбы исторических зданий, которые находятся сейчас в этом районе. А их там немало. Это ведь и есть старая часть города, основанная больше 140 лет назад. И Кустаная, я считаю, должно быть лицо, и оно было, и его нужно сохранить, вот это историческое наследие. А оно у нас, ну, к сожалению, никак не поддерживается, оно просто истребляется. Обсуждение продлилось в течение двух часов. В завершении представители Акимата обещали провести повторные общественные слушания с учетом предложений кустанайцев уже в апреле. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. В этом году в Кустаная высадят в три раза больше цветов, чем в прошлом. Это около одного миллиона саженцев. Подрядные организации по озеленению города уже определены. На этот раз они местные. Поэтому в городском Акимате уверены, что работы пройдут без проволочек. Мои коллеги продолжат тему. В этом году к вопросу озеленения и благоустройства города местные власти подошли основательно. Конкурсные процедуры уже завершились. Подрядные организации определены. К примеру, отдел ЖКХ заключил договоры на текущее содержание четырех кустанайских парков. Они будут следить за чистотой территории, а также в их обязанности будет входить озеленение парков и полив насаждений. Также в этом году озеленять кустанай начнут с научным подходом, опираясь на рекомендации специалистов ботанического сада. Которые обследовали насаждения города. Также в этом году будут проведены работы по озеленению мест общего пользования на улицах Абая, Тауэль-Сыздык, Леонида Беды, Назарбаева и Бородина. В рамках запланированных работ будут проведены омоложения, замена отслуживших деревьев, а также высадка живой изгороди и кустарников. По данным отдела ЖКХ, по городу планируется высадить около 1 миллиона корней цветов и установить 20 тысяч горшков. С подрядной организацией отдел ЖКХ заключит договор уже в ближайшие дни. В этом году продолжат работу по высадке многолетних цветов на кольцевых развязках. В прошлом году пробно их высадили на кольце по улице Карбышева. Теперь планируется в районе набережной Шагала и на повороте в поселок Дружба. На эти цели из бюджета выделили 88,5 миллионов тенге. Все цветы высаживают в этом году кусанайские предприниматели. И я вам честно скажу, мы этому рады. Потому что в любом случае кусанайские предприниматели – это наши люди, которые этим занимаются. И мы уже в принципе все знаем, кто это что будет делать. Вопросов не будет. Миллион корней по части цветов мы должны высадить. У нас подрядчик есть. В прошлом году, если мы высадили 300 тысяч корней, вот в этом году в три раза должны мы больше высадить. Мараджан Дубаев отмечает, что в этом году деревьев придется убирать много. Таково заключение специалистов ботанического сада. К этому жители города Аким Кустаная просят отнестись с пониманием, поскольку взамен будут высаживать новые. Алексей Краснов, Алияда Смагомбетова, РТН. К другим темам. Ремонт Кустанайской областной детской больницы переведут из капитального в текущий. И планируют завершить летом. По словам главврача медучреждения, благодаря такому решению они смогут заняться поиском нового подрядчика. Поскольку с прежним им не удалось найти компромиссного решения о завершении всех работ на объекте. Мои коллеги продолжат тему. Капитальный ремонт здания Кустанайской областной детской больницы начался в 2020 году. И до сих пор не завершен. Большую часть этого времени вместо строительно-монтажных работ шли суды. По словам главврача больницы, в конце прошлого года с подрядчиком вроде бы удалось договориться. Он и должен был завершить все работы. Однако сотрудничество не получилось. Подрядчика нашего ТО «Вершину» просили о предоставлении документов, о исполнительной документации для продолжения производства, корректировки проекта смертной документации. В связи с тем, с чем было это связано, ремонт затянулся уже более двух лет. Уже в этом году будет три года. Поэтому необходимо было внести корректировку. То есть это надо было сделать больше для подрядчиков. В принципе, правильно? Согласитесь? То есть они должны были освоить большее количество денег. Но, к сожалению, мы до сих пор не получили ни одной исполнительной документации. По словам главврача, решить вопрос в судебном порядке до конца также не удалось. Подрядчик заявлял о невыплаченных ему 97 миллионов тенге за демонтажные работы. Однако, по данным юриста больницы, подрядчик не смог это доказать и позже вовсе отозвал свой иск. «Вершина» занялась тем, что начала вымогать у нас деньги, натурально вымогать деньги без законных на то оснований. Они подали иск в отношении нас, иск он здесь имеется. Мы подготовили отзыв, в ходе которого проверки вот этих всех документов, нами было установлено, что эти суммы, которые они указали в своем иске, нами уже были проплочены, но по другим коэффициентам. То есть они были заложены уже заранее в смету. В итоге, как отмечает главврач, им было принято решение прекратить капитальный ремонт больницы и завершить все работы текущим. Об этом решении знают и госорганы, и подрядчик. Теперь подрядчик должен в течение месяца предоставить все нужные документы больнице. Если этого не случится, то вмешаются компетентные органы. Если же все пойдет по плану, то здание больницы вновь обследуют, объявят тендер и займутся поиском нового подрядчика для текущего ремонта. В больнице надеются, что летом все работы завершат. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Уже два месяца с 23 января МВД совместно с другими заинтересованными госорганами проводит акцию по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан. Под нее попадают автомобили, не находящиеся в розыске, прошедшие таможенную очистку, попавшие на территорию республики до 1 сентября 2022 года. Как напомнил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, заявления на легализацию принимаются во всех центрах обслуживания населения, а также посредством электронного сервиса на портале электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровня. Только в период с 23 января по 26 марта текущего года легализовано более 69 тысяч транспортных средств. Из них 67% это автомобили из Российской Федерации, 19% это из Армении, около 10% из Киргизской Республики, порядка 2% из Грузии. И важная новость для владельцев так называемых автоконструкторов, то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей. Кайсар Султанбаев сообщил, что в МВД уже разработан проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации именно таких машин. Проект уже прошел публичное обсуждение. Вообще не было предусмотрено легализация такой категории автомобилей. Но с учетом желания населения, а также автовладельцев, государство пошло навстречу. Сейчас в МВД подводят итоги обсуждения проекта, после чего он будет направлен на окончательное согласование в госорганы, а после внесен в правительство. О публикации постановления будет сообщено дополнительно. Хамзан Руписов, Наталья Луговская, РТН. Борьба с преступностью – дело не только полиции, но и всего общества. По всей стране внедряется сервисная модель работы стражи порядка, что подразумевает изменения как в силовом ведомстве, так и в других государственных органах. О том, в чем разница между старыми и новыми подходами, и что уже сделано для замены одного метода на другой, рассказал представитель руководства Костановского полицейского департамента. Работа по внедрению сервисной модели полиции в Костановской области, как и по всей республике, ведется уже больше года. Однако до сих пор немногие понимают, в отличие ее от прежней традиционной деятельности стражи порядка. Как пояснил первый заместитель начальника департамента полиции Костановской области Алексей Милюк, в традиционной работе полиции главная цель – борьба с преступностью, действие и реакция на уже совершившиеся факты правонарушения и наказание за него. Отсюда и ключевыми объектами являются преступление и правонарушитель. В сервисной же модели главная миссия состоит в устранении причин и условий совершения правонарушений наряду с мерами реагирования на случившиеся события. Фокусом становятся граждане и сообщества, а показателями эффективности чувства безопасности, доверия к полиции, качества жизни сообщества. Измениться должна не только полиция, но и общество, которое тоже должно понять, что борьба с преступностью – это обязанность не только силовиков. Важна работа всех госорганов. По словам Алексея Милюка, одновременно с выработкой новых форм взаимодействия происходит трансформация полиции. Определены три основных вектора. Первый – это шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение граждан доступа к полиции. Это включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов, мобильных постов и их материально-техническое оснащение, повышение оперативности реагирования, а также применение цифровых технологий. С местными исполнителями органов прорабатываются вопросы строительства участковых пунктов полиции. С 2021 года в регионе открыты пять сельских участковых пунктов полиции. В городах Табыл, Житикара, Врудном введены в эксплуатацию модульные посты полиции. Приобретено 70 единиц автотранспорта. Решается вопрос открытия новых участковых пунктов полиции в микрорайонах областного центра Куна и аэропорт. Ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в местах, где это необходимо. Второй вектор – это оптимальные эффективные рабочие процессы. Активно внедряются цифровые технологии. К примеру, на вооружении кустнайских полицейских появилась цифровая программа «Каргау», позволяющая посредством видеокамер выявлять опасного водителя в транспортном потоке. Кроме того, уже в этом году на перекрестках областного центра будут установлены 60 комплексов «Сергек» и тысячи камер общего видеонаблюдения. Прорабатываются вопросы по оптимизации процесса рассмотрения административных дел в судах. Вводятся так называемые онлайн-суды. Дюберократизация и оптимальное распределение обязанностей позволят участковому больше находиться на своем участке и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь на работе с населением. И третий вектор перехода – это непрерывное образование сотрудников, повышение их профессионализма и коммуникационных навыков. Оказать помощь в этом, по словам Алексея Милюка, уже изъявили желания высшие и среднеспециальные учебные заведения, которые готовы предоставить свои кафедры и специалистов для обучения личного состава, механизмам и приемам общения с населением. Валерий Точев, Виталий Луговской, РТН. Кьюи известных казахских композиторов звучали накануне в Лисаковске. Произведения исполняли на Домбре сразу несколько десятков человек – школьники, студенты и педагоги. Они стали участниками общереспубликанского челленджа Домбристов. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Участники челленджа Домбристов – это учителя и ученики музыкальной школы, Лисаковского технического колледжа, Центра детского и юношеского творчества и школы имени Абая, в здании которой и развернулась музыкальная площадка. Я учусь в музыкальной школе. В этой музыкальной школе я учусь на Домбре. Я знаю много киев, например, Баубраон, Адай, Хосбасар, даже многие другие киев. И эти киев мне очень нравятся, потому что эти киев могут нас вдохновить. И из-за этого я учусь в Домбре, чтобы быть лучшим киевом. Сам челлендж – это демонстрация творческих достижений детей и молодежи, педагогов и родителей в области музыкального искусства и популяризации Домбры. Цель этого республиканского челленджа – привить подрастающему поколению любовь к искусству игры на Домбре, познакомить детей с этим национальным музыкальным инструментом и через сюжеты киев передать историю Казахстана. Главным произведением, которое исполнили домбристы, стал киев Курмангазы под названием «Адай». Он посвящен роду «Адай» младшего жуза, джигиты которого отличились в бою против царского произвола. Впоследствии этот киев стал произведением, воспевающим мужество и героизм всего казахского народа. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент» Лисаковск. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.